Ведомство подчеркнуло, что этот случай направлен на запугивание представителей международных организаций, которые прибыли с гуманитарной миссией и помогают вернуть мир и спокойствие на Донбасс. В отечественном МИДе выразили соболезнования в связи с гибелью сотрудника международной организации и подчеркнули, что причастные к этому преступлению лица и организации должны быть привлечены к ответственности в соответствии с нормами украинского и международного законодательства. Накануне Международный комитет Красного Креста подтвердил, что один из его сотрудников погиб в Донецке из-за арт-обстрела. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает к прекращению огня на Донбассе. Об этом заявил председатель ОБСЕ, президент Швейцарии Дидье Бургхальтер. Он назвал безответственными попытки поставить под угрозу шансы до эскалации конфликта. Председатель ОБСЕ призвал немедленно прекратить боевые действия на Донбассе. Дипломат подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня. Бургхальтер возмущен убийством десяти мирных граждан при обстреле школы и маршрутке в Донецке, а также гибелью сотрудника Международного комитета Красного Креста. По словам председателя ОБСЕ, очень важно обеспечить безопасность работников гуманитарных организаций и местного населения в соответствии с международным гуманитарным правом. Парламентская ассамблея Совета Европы признала наличие регулярных российских войск в Украине. Это решение было принято на пленарном заседании ПАСЭ накануне. В итоговой резолюции говорится, что Россия поддерживает боевиков на востоке Украины, а также осуществляет прямое военное вмешательство в конфликт. Ассамблея призвала Москву прекратить пособничество боевикам, вывезти войска с украинской территории и отвезти их от границы. В документе также упоминается о незаконности аннексии Крыма. Его текст призывает Россию отменить свое решение, вернув Крым в состав Украины. Все пункты резолюции были единогласно одобрены мониторинговым комитетом ПАСЭ. Россия угрожает миру не менее чем исламисты. Об этом заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая на стратегическом форуме Америки и Центральной Европы в Вашингтоне. Она призвала международное сообщество не преуменьшать угрозы российского вмешательства в Украину на фоне мировой борьбы с экстремизмом и терроризмом исламского государства. Также Нуланд убеждена, что санкции Штатов и Евросоюза глубоко влияют на экономику России. Таким образом, они помогут разрешить конфликт на востоке Украины мирным путем. При этом Виктория Нуланд подчеркнула важность выполнения минских договоренностей, которых, по ее мнению, Украина придерживается в большей степени, чем Россия. Угроза исламистов для Центральной Европы так же велика, как и со стороны России. Мы верим, что давление, которое США и ЕС оказывают на Москву с помощью санкций, глубоко влияет на российскую экономику. Нам нужно помочь Украине защитить себя. Российский Первый канал несет прямую ответственность за содействие терроризму, заявили в Госкомитете телевидения и радиовещания Украины. Цитирую. «На совести журналистов этого канала кровь и смерть мирных людей и бойцов украинской армии, которые защищают родную землю от российско-террористических агрессоров». Это реакция на сюжет, где показано, как боевики ДНР ведут огонь из окон жилого дома в направлении Донецкого аэропорта. При этом автор материала, корреспондент Первого канала Сергей Зенин, не скрывает, что в здании живут мирные граждане, которые могут стать жертвой ответного огня. «Работает сейчас АГС, это автоматический гранатомет в сторону аэропорта, потому что там активизировалась украинская армия. АГС сейчас будет опять менять свою позицию, потому что вполне возможно, что прилетит ответка». Ездить без вес в Румынию отныне смогут полмиллиона украинцев, живущих в 30-километровой приграничной зоне. Премьеры двух государств накануне подписали соответствующее соглашение. Документ действует и в обратном порядке для граждан Румынии. Эти договоренности схожи с уже достигнутыми с некоторыми странами Шенгенской зоны – Польшей, Венгрией и Словакией. Документ, подписанный премьерами двух стран, открывает границы между соседними областями Украины и Румынии. То есть жители Черновецкой, Закарпатской и части Ивано-Франковской областей отныне смогут беспрепятственно в любое время поехать к своим родственникам или бизнес-партнерам в Румынии. Могу это смело назвать еще одним шагом на пути к безвизовым поездкам между гражданами Украины и странами-членами ЕС. Украина сейчас выполняет план действий по безвизовому режиму между Украиной и Европейским Союзом. И мы надеемся на то, что украинские граждане будут безвизово ездить во все страны-члены Евросоюза. Но Румыния надеется на еще более тесное сотрудничество с Украиной и Молдовой. Предлагает реализовывать совместные проекты. В первую очередь я говорю о проектах в энергетической сфере, которые соединяли бы наши энергетические системы. Для того, чтобы третьи страны не имели возможности делать из энергетики политику и диктовать нам свои условия. При этом Румыния всячески поддерживает Украину как суверенное целостное государство. Такой точки зрения придерживается и Молдова, которая не понаслышку знает о подобных конфликтах с Россией. Мы поддерживаем поиски, попытки украинской стороны найти мирный путь урегулирования ситуации в восточных регионах Украины. Считаем, что конфликт можно уладить на основе территориальной целостности и подтверждения суверенитета Украины. Обе западные соседки Украины намекают, они не Россия. И требовать какого бы то ни было специального статуса для своих диаспор не намерены. Тем более, что и предпосылок для этого нет. Премьеры Молдовы и Румунии встретились также с президентом Украины. Петр Порошенко поблагодарил их за помощь в лечении раненых в ходе АТО военнослужащих. Кроме этого, по словам главы государства, Киев намерен изучить опыт бухарестов в имплементации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, чтобы не повторять ошибок и быстро реализовать необходимые реформы. Более того, как отметил президент, Румыния как член ЕС может стать своеобразным мостом для Украины и Молдовы на пути в Европейский Союз. Анна Каменева, Асан Еминов, БТБ. Нацбанк подготовил изменения к положению предоставления стабилизационных кредитов Банкам Украины. Они связаны с необходимостью стабилизации банковской системы, которая ощущает сильный отток депозитных средств. Согласно предлагаемым нововведениям, сроки заимствований продлят, а их стоимость будет рассчитываться, исходя из учетной ставки, плюс полтора процента. Об этом заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева на совещании с главами коммерческих банков. Также она подчеркнула, что регулятор продолжит работу при формировании валютного рынка Украины. В частности, Национальный банк активизирует совместную работу с правоохранительными органами по ликвидации теневого валютного рынка и конвертационных центров. Как только ситуация стабилизируется, НБУ снимет административные ограничения и вернется к рыночным инструментам. Административные меры, которые использует Национальный банк Украины, вынуждены и краткосрочные. Все понимают, что такими методами проблемы не решаются. Как только ситуация успокоится, можно будет быстро возвращаться к рыночным способам урегулирования рынков. Валерия Гонтарева, председатель Национального банка Украины. В Украине вместо тайфона, беркута и грифона по американскому образцу будет создано единое подразделение быстрого реагирования. Его основу составят бойцы добровольческих батальонов МВД. Будет создано одно большое единое спецподразделение на всю страну. Если хотите аналогию, то это типа американского СВАД. И вторая ситуация. И там мы предполагаем, что значительная часть наших подразделений и батальонов, которые сейчас у нас начали заниматься ситуацией, связанной в зоне антитеррористической операцией, большинство из этих ребят, надеюсь, и составит основу этих подразделений. Платежные мошенничества в Украине пошли на спад. Об этом сообщили эксперты в сфере безопасности расчетов и операций с платежными инструментами. Традиционные виды обманов людей через банкоматы, интернет и систему дистанционного банковского обслуживания уже практически не интересуют аферистов. Появился новый тренд – мошенничество с использованием метода социальной инженерии. Такой вид обманов по всем признакам мониторинга не вызывает у банков подозрения, так как выглядят обычные операции по переводу денег. Проблема заключается в том, что люди совершают их под психологическим воздействием. Эксперты еще раз напоминают, ни в коем случае нельзя разглашать информацию о своих банковских карточках и тщательно проверять все, включая благотворительные организации, куда направляются деньги. Сейчас такая ситуация в стране, когда люди все находятся в очень напряженном состоянии, подвержены любым влияниям, как бросом положительной, так и негативной информации. Естественно, в таких ситуациях их очень легко раскачать и вынудить на какие-то действия, которые при других обстоятельствах они бы не совершали. Мы социально ответственные люди, мы понимаем свою ответственность о том, что есть такое вид мошенничества, молчать о нем мы не можем. И далее о том, какие события ожидаются сегодня в Украине и мире. Еще увидимся, до встречи. Они расскажут международные отечественные эксперты финансовой сферы. Избранный президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер завершит неофициальный визит в Грецию. В Афинах он проведет переговоры с премьер-министром страны Антонисом Самаросом. Ранее Юнкер возглавлял правительство Люксембурга. Сегодня Всемирный день улыбки. Впервые празднование прошло в Устере, штат Массачусетс, 1 октября 1999 года. Всемирный день улыбки призывает всех к доброте и милосердию. В этот день организуются различные благотворительные мероприятия.